Привет, Хабаровск! В эфире программа «Всё это кино» и её ведущий Павел Мушта. Матлор! Военный экшн «Солдаты удачи», который стартовал в Хабаровских кинотеатрах ещё 19 июля, это голливудский дебют ещё одного нашего кинорежиссёра Максима Коростышевского. Вы можете помнить его по нашумевшей в середине нулевых драме «Дура». Несмотря на скромный по заокеанским меркам бюджет всего 8 миллионов долларов, проект удалось привлечь реальных кинозвёзд Кристиана Слейтера и Шона Бина. Любопытно, получится ли у Коростышевского повторить в Голливуде успех Тимура Бекмамбетова. Миллионеры адреналина маны уже взяли от жизни всё, но хотят ещё большего. Все — и банкир с Уолл-стрит, и гений видеоигр, и русский алюминиевый магнат, и международный торговец оружием, и даже один из основателей мобильной связи. За собственные деньги они отправляются в зону военных действий, чтобы почувствовать настоящий вкус войны и получить новую дозу адреналина. Но с самого начала всё идёт не так. Иллюзия игры рушится, как только миллионеры попадают на остров. При высадке их лодки тонут, а охрана убита. Миллионеры оказываются на вражеской территории, не имея возможности выбраться с острова. Они паникуют и ругаются между собой, в то время как на острове их преследуют солдаты военного командира. Их пытаются обучить основам самообороны, но они ведут себя эгоистично, претензиозно и безответственно. Смогут ли избалованные и привыкшие к комфорту миллионеры выбраться с живыми из ловушки, которую приготовил им остров? Это ещё тот вопрос. Моя игра продалась рекордным тиражом. 50 миллионов. Предпочитаю реальное оружие. Я не развлекался так круто со времён Вьетнама. Меня могли убить. Никаких мобильников! Тупые мешки с деньгами. Прячься! Добро пожаловать, господа. Здесь вы и сдохнете. Мне показалось, нашим друзьям нужна помощь. Руки чешутся пострелять. Солдаты удачи! Вы отправитесь на задание, где испытаете азарт настоящего боя. На реальной войне. Но без угрозы для вашей жизни. Начиналось всё в 2006 году. Первый шаг вперёд оказался невероятно успешной картиной. Собрал очень серьёзные деньги в кассах. А молодые исполнители главных ролей Ченнинг Татум, которого фильм сделал просто суперзвездой кино, и Джина Девон после фильма поженились и счастливы в браке по сей день. А вот создатели-продюсеры поняли, что наткнулись на настоящую золотую жилу. После того ошеломительного успеха в 2008 году на всеобщее обозрение была представлена картина «Шаг вперёд 2. Улицы». Ченнинг Татум покинул проект, и главные действующие лица обновились. Тем не менее, лента собрала почти в полтора раза больше оригинала, окупив свои затраты более чем в семь раз. На помощь третьему фильму пришёл аватар со своей цифровой 3D-революцией. Главные роли снова сыграли новые актёры, но сюжет остался прежним. Однако 3D-стереоэффекты были весьма впечатляющими, и третий шаг вперёд превзошёл сборы предыдущей части. В новой, уже четвёртой по счёту, картине появляется много новых персонажей. Главная героиня Эмили приезжает в Майами, где, собственно, и будут развиваться по сюжету все события в фильме, чтобы обучаться и постигать навыки танцев. И что, вы думаете, будет ей препятствовать? Конечно, опять любовь. Шон, безусловный лидер и профессионал в танцевальной сфере, к тому же безумно обаятелен, что не может не привлекать нашу героиню. У Шона свой танцевальный коллектив, который намерен участвовать в известном танцевальном конкурсе с очень большими призовыми. Однако один богатый бизнесмен хочет сравнять с землёй тот район, где Шон и его команда занимаются танцами. Причём угроза повисла не только над танцорами. Это касается всех жителей, проживающих на этой территории. И вот тут-то мы узнаём самое интересное. Этот бизнесмен является отцом главной героини. И она теперь будет находиться между двух огней. Нужна новая мотивация. Мы можем всё изменить. Шаг вперёд 4. Бэтмен один из немногих американских супергероев, которому в России симпатизируют даже взрослые зрители. В чём тут секрет? Ну, во-первых, его фильмам очень везло со звёздами всегда. Ну, кто? Железный человек или Человек-паук могут похвастать участием Шварценеггера, Дэ Вито, Моргана Фримена, Ким Бессенджер, Уммы Турман, Джима Керри и многих других. Во-вторых, на мой взгляд, ещё больше везло Бэтмену с режиссёрами. Каждый приносил какую-то индивидуальную атмосферу. И Тим Бёртон, и Джоэл Шумахер. Но режиссёр последних трёх фильмов о ночном страже Кристофер Нолан вовсе вывел эту киноэпопею на качественно новый уровень. Его ленты так же, как предшествующие, блещут звёздным актёрским составом. Тут вам и Гарри Уолдман, и Морган Фримен, и Лиам Ниссон, и по-новому раскрывшийся исполнитель главной роли Кристиан Бейл. А Хит Леджер, игравший Джокера в «Тёмном рыцаре», просто переиграл своего предшественника в исполнении Джека Николсона и заслуженно получил Оскар. В новом фильме «Тёмный рыцарь. Возвращение легенды» к вышеуказанным актёрам добавились Том Харди, Энн Хэтуэй и Марион Катияр. Сюжет начинается через 8 лет после событий предыдущего фильма, когда окружной прокурор Харви Дент погиб, а Бэтмен был вынужден исчезнуть. Но ему придётся вернуться, чтобы помешать новому злодею Бейну уничтожить город, а также узнать правду о загадочной селе Никаэл. Помните, где парковались? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кажется, я потерял билет. Ваша жена сказала, вы возьмёте такси. Моя жена. Не волнуйтесь, мастер Уэйн. Очень скоро вы вернётесь к своей прежней жизни. На этом всё. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. А я с вами прощаюсь. До скорого.